Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашин, информационная программа «Республика» в студии Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. Наградить посмертно. Медали за отвагу вручили вдовам погибших сотрудников МВД. Будьте здоровы! В Ядринском районе открылись новые ФАПы. Доброе имя. В России выбирают название для аэропортов. Медалями за отвагу наградили двух сотрудников МВД по Чувашии. К сожалению, посмертно. Памятная церемония прошла сегодня в Доме правительства. Старшина милиции Сергей Фомин и майор милиции Валерий Сидоров погибли при исполнении служебного долга в 2005 году в Чечне. Их автомобиль сопровождал раненых, когда боевики совершили нападение. С момента гибели сотрудников милиции прошло более 13 лет. Но память о них навечно писана в истории органов внутренних дел. В МВД по Чувашской республике не забывает о погибших коллег. Всегда заботится об их родных, близких, оказывает им помощь. Государственную награду за проявленное мужество и отвагу глава Чувашии Михаил Игнатьев вручил вдовам погибших. Мужество сотрудников силовых органов, их беспримерная храбрость, самоотверженность, патриотизм – это те качества, которые особенно ценятся в нашем обществе. Для нас это залог безопасности стабильной общественно-политической ситуации. Сегодняшняя государственная награда – это признание подвига наших соотечественников. Сегодня в Ядринском районе открылись новые фельдшерско-акушерские пункты. Модульные ФАПы возводили в рамках республиканской программы. Формирование системы оказания медицинской помощи в шаговой доступности – приоритетная задача правительства. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Работы начались в июне, и вот теперь новоселье. ФАП села Большой Сундырь оснащен всем, что необходимо для оказания первичной и палеотивной помощи. В сложных случаях фельдшеры могут проконсультироваться у специалистов ведущих центров. К пункту подведен высокоскоростной интернет. Для нашей работы все условия здесь хорошие. И теплая вода, и компьютер, и теплые помещения. Новая мебель очень радует. На строительство модульного пункта из регионального бюджета было выделено порядка 4 миллионов рублей. В новый ФАП фельдшеры и акушеры переезжают отсюда. В этом сельском пункте пациентов обслуживали более 30 лет. Конечно же, медики старались поддерживать порядок в кабинетах, но здание признали аварийным. Здесь и прохудившаяся кровля, и деревянные скрипучие полы. И вот такая далеко не презентабельная мебель. Работать зимой здесь было невозможно, говорят медики. От холодов не спасали даже тепловые пушки. Ветхое здание снесут и оборудуют на его месте спортивную площадку. Новый ФАП будет обслуживать порядка 500 человек. У нас есть и пожилые, и молодые люди, и дети, и школьники имеются. То, что в таком современном ФАПе дети будут сейчас у нас и население получать медицинское обслуживание, это очень замечательно. Нам он очень нужен. Мы очень рады, что сегодня такой ФАП появился, открылся у нас деревня. Модульный пункт был открыт и в деревне Кукшумы. Это 10-й по счету ФАП в муниципалитете и 179-й в республике. Но на этом программа не заканчивается, отмечает Михаил Игнатьев. На следующий год мы предусмотрели еще 25 новых ФАП построить по разным районам, чтобы своевременно провести диспансеризацию, чтобы своевременно на ранней стадии выявить все те болезни у наших жителей, и у дорогих наших ветеранов, и у молодежи. Туда, где в силу обстоятельств новые пункты возводить не планируют, приедут мобильные ФАПы. Вот такие медицинские кабинеты на колесах появятся в больницах сразу пяти муниципалитетов. Мобильные ФАПы укомплектованы не хуже модульных. Для фельдшеров здесь даже оборудовали мини-лабораторию. Глава региона отметил, что передвижные пункты не должны простаивать в гаражах. Это ядерская машина? Да. Она уже имеет закрепленных медиков? Да. Врач-терапевт Владимировна, где-то вы здесь сюда закреплено, да? На данный момент да. То есть мы по участкам будем меняться. По участкам. У нас, Михаил Игнатьев, подумал, еще тут нюансы есть. Площадки, где встать. Обычно, куда мы едем, там же меньше деревень, там месяц, где-то с астрономерных лет. Площадка, куда подсоединиться к электроэнергии. Михаил Игнатьев посетил районную больницу, чтобы поговорить с пациентами и проверить, как работает электронная регистратура. То есть связь плохая? Да. Почему? Почему связь плохая, Сергей Михайлович? Бывает. Ну, это как ковидно. Валерийный обед. Видим, первая строка идет, меняется. Ну, обед уже прошел. В следующем году на ремонт больницы выделят порядка 60 миллионов рублей. Необходимо обновить фасад и заменить ветки и коммуникации. Ну, а весной в Ядрине откроется и школа. Глава региона проинспектировал ход работ. И здесь будут созданы самые современные инновационные условия для получения знаний, навыков, для того, чтобы дети наши в школе готовились к самореализации в этой жизни. Это очень важно для нас. Я сейчас убедился в том, что на самом деле срыва нет. У них было отставание. Они сейчас по графику идут. Новая школа решит проблему второй смены в муниципалитете. Здание возводят из местного кирпича. Проблем с доставкой материала не возникает. До конца ноября здесь должны начать отделочные работы. Открытие намечено на 30 мая. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. На координационном совещании по обеспечению правопорядков Чувашской республики обсудили ситуацию на алкогольном рынке и меры по предотвращению нелегального оборота спиртосодержащей продукции. Реализация алкогольной продукции – вопрос сложный и неоднозначный. С одной стороны, нельзя стремиться к увеличению объема продаж. С другой стороны, если уж на спиртное есть спрос, то пусть хотя бы вырученные средства работают на благо республики. Оба завода в Ядрине и Чебоксарах сейчас работают стабильно. Доля их продукции на прилавках растет. Однако есть предприятия, которые предпочитают иметь дело с завозным алкоголем. А в некоторых точках общепита, как показали совместные проверки Минэкономразвития и МВД, вообще идут на откровенный подлог. Выявлены факты реализации алкогольной продукции с поддельными марками, специальными. Кроме того, был зафиксирован оборот алкогольной продукции, которая не фиксировалась в ЕГАИСе, а также реализация продукции со старыми акцизными марками. Тоже в отношении всех этих материалов возбуждено дело, в том числе с изъятием алкоголя, с изъятием лицензии и наложением штрафа. По данным МВД, за 9 месяцев зарегистрировано 101 преступление в сфере незаконного оборота алкоголя. Изъято свыше 6000 литров спиртосодержащей продукции. Излишне говорить, что подобные явления одинаково сильно бьют и по здоровью потребителей, и по республиканскому бюджету. Глава республики потребовала от руководителей муниципалитетов взять вопрос торговли алкоголем под строгий контроль, более активно проводить работу с продавцами. Речь не идет о спаивании людей. Речь идет о продвижении качественной продукции. 3 ноября в субботу больница Чувашия приглашает всех желающих на день открытых дверей. Проверить свое здоровье и проконсультироваться с врачом можно по предварительной записи через электронную регистратуру или по телефону. Прийти к врачам могут не только взрослые, но и маленькие пациенты. При себе необходимо иметь паспорт, страховой полис снился желательно медицинскую карточку с обследованиями и анализами для более эффективного результата. Так в президентском перинатальном центре будут ждать посетителей с 8 утра до часа дня. Можно записаться на прием гинекологу к врачу генетику. В госпитале для ветеранов войн день открытых дверей посвящен борьбе с остеопорозом. Пациентам смогут определить риск переломов, сделать рентген для групп риска. Кроме этого будут принимать врачи-специалисты по разным направлениям. График приема в больницах изменился в связи с Днем Народного Единства. Так, 3 ноября медучреждения работают по субботнему режиму. А 4 и 5 числа – выходные дни. Оказывать неотложную помощь, как обычно, будет скорая. А на график работы детской молочной кухни праздники никак не повлияют. Она будет работать в штатном режиме. Самолет совершил посадку в Чебоксарах в аэропорту имени. Чье имя получит воздушный причал столицы Чувашии, зависит от мнения жителей. Пока в списке 5 претендентов. Чувашский просветитель Иван Яковлев, летчик-космонавт СССР Андриан Николаев, знаменитый офтальмолог Святослав Федоров, ученый-кораблестроитель Алексей Крылов и Александр Боголюбов, герой Советского Союза. До 11 ноября волонтеры проводят социологические опросы, в результате которых сформируется шорт-лист конкурса, в котором останется только три имени. А 12 ноября стартует финальное голосование. Будут работать площадки волонтеров во всех наших крупных центрах торговых, в учебных заведениях. Планируется, что на железнодорожном вокзале, автовокзале, в аэропорту опрос. Планируется, что будет проходить в основном в городе Чебоксары. Те, кто иногороднее, значит, они могут делать опрос через систему интернет. Планируется охватить из 500-тысячного нашего города не менее 100 тысяч человек. То есть, это оценка и выбор, мы считаем, будет очень эффективным. Комитет по проведению конкурса грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества подвел итоги второй в этом году кампании. Среди победителей свыше 2000 некоммерческих неправительственных организаций из всех регионов страны. Объем грантового фонда около 5 миллиардов рублей. В числе победителей 10 проектов из Чувашии. Поддержана социальная программа в области просвещения, соцподдержки и защиты граждан. Сохранение исторической памяти и охрана здоровья. Они в общей сложности получат более 11,5 миллионов рублей. Напомним, во время первой грантовой кампании из Чувашии было отобрано тоже 10 заявок. Объем грантовой поддержки 8,5 миллионов рублей. Насколько хорошо вы знаете народу России, их культуру и обычаи? Проверить свои знания можно будет завтра, 2 ноября. По всей стране пройдет большой этнографический диктант. 30 вопросов, 20 общие для всех, 10 региональные. На выполнение 45 минут. В Чувашии написать диктант можно будет на 13 площадках, в вузах, техникумах, школах, библиотеках, а также в режиме онлайн на сайте большого этнографического диктанта. Дистанционно пройти тест можно до 5 ноября. Правильные ответы на вопросы опубликуют 10 ноября, а результаты 12 декабря. Акция пройдет в третий раз подряд. В прошлом году свои знания проверили 900 жителей республики. 4 ноября столица Чувашии присоединится к Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусства-2018». Показать с необычного ракурса возможности современных культурных учреждений и раскрыть их потенциал цели акции. Вслед за «Ночью музеев», «Ночью кино» и «Библионочью», которые уже успели полюбиться большому количеству зрителей. «Ночь искусств» планирует привлечь большое количество молодежи. Такая нестандартная форма досуга позволит не только приятно провести время, но и пополнить интеллектуальный багаж. Впрочем, для тех, кто регулярно устраивает культпоходы, «Ночь искусств» предлагает особую углубленную программу спецсобытий. Наверное, именно поэтому «Ночь искусств» становится популярнее с каждым годом. На этот раз всех участников ждет сказочный переполох в Национальном музее. Путешествие по сказкам, кукольный театр своими руками, показ мультфильмов – все это в программе «Мероприятие». Оно пройдет с пяти до девяти вечера. Все желающие смогут принять участие и в мастер-классах «Хлебка из соленого теста», «Кукла-закрутка», «Игра на народных музыкальных инструментах». Это все новости на сегодня. До встречи в эфире Национального телевидения Чуваши. Всего доброго.